У нас есть освободившиеся грядки после чеснока, после выкопки раннего картофеля, после лука. И земля не должна пустовать, поэтому мы ее заполняем нужными для нас растениями. В данном случае вот укроп. Сейчас в начале августа укроп уже пошел в зонтики, поэтому зелени мы не наблюдаем. А нам все-таки хочется зелени в салатах и так поесть, и посыпать первые, вторые блюда. Как его сажать? Мы покажем сейчас на грядке. По принципу посева моркови, смотрите, у нас были ролики по весне, мы также семена укропа прикапываем на 3 дня в холщовые тряпочки. Морковь мы там прикапывали в носочки. Можно вот так вот холщовые тряпочки прикопать в земельку. Для чего? Чтобы выветрились эфирные масла. Через 3 дня семена будут освобождены от эфирных масел. И в том числе появятся корешки, которые мы посеем. Прошло 3 дня, мы выкапываем семена и готовим грядку, на которой будем высевать. Также мы используем грядку, освободившуюся после чеснока. И с краешку посеем укроп. Его можно, конечно, сплошным посевом посеять, но нам хочется все-таки как-то культурно иметь посевы. И приглаживаем эти грядки удобным для вас инструментом. У меня всегда под рукой плоскорез Фокина. Ну и, конечно же, поливаем. Если у вас дождей не намечается в это время, нужно полить для того, чтобы семечки прижались к земле и начали расти. С конца июня день укорачивается. А сейчас в начале августа уже день тоже более короткий, чем по весне. Поэтому лук, освободив место на грядке, дает место укропу. И укроп будет у вас опять зеленый. Его можно засаливать, засушивать. Можно замораживать в пакетиках. И у вас, кроме того, что сейчас в конце лета и в начале осени будет зелень, но еще вы себе заготовите зелень на зиму. Вопросы, если есть по укропу, задавайте. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»